всем добрый день сегодня мы в прямом эфире на новом радио поле диск новое радио дебата у нас с александр дмитриевичем стояного и мая санга вместо александра стояного депутат партии социалистов андреан алгу правильно представить как не помню вас надо знать лицо правильно с адресами так мы начинаем через несколько секунд те кто кому удобно могут слушать нас на радио на частотах радиостанции поле диск на шести частотах можно если хотите если вы привыкли себя слушать добрый день уважаемые радиослушатели меня зовут андрей коваленко я напомню вам что радиостанция поле диск новое радио участвует в освещении избирательных компаний в предыдущей неделе мы проводили программы посвященные предвыборной агитации в рамках освещения республиканского конституционного референдума а на этой неделе в рамках освещения президентской компании в эфире проходят дебаты с кандидатами которые сегодня завершаются не кандидаты дебаты завершаются до сегодняшнего дня дебаты было сложно назвать дебатами ибо пока в каждой программе из двух приглашенных кандидатов у нас участвовала по одному у нас были представители кандидатов октавиана цику и василия тарлева а также кандидаты тудор ульяновский и андрей настаси сегодня мы ждали в гости кандидатов расположившихся на первой второй на первом втором и третьем месте в избирательном бюллетене наверное потому что сегодня было запланировано три участника до чем двое у нас сегодня в гостях находящийся на третьей позиции в избирательном бюллетене кандидат президента республики нового рената усатый добрый день здравствуйте и представитель находящегося на первой позиции в избирательном бюллетене кандидатов президента республики молдова выдвинутого партии социалистов александра стояногла адриан албу здравствуйте добрый день я обязан вас предупредить и попросить вас как написано в регламенте освещения предвыборной кампании быть корректными не дезинформировать не использовать язык вражды послание запрещенные законом и сексистскую лексику у каждого из вас сегодня будет по 20 минут чистого времени ваше время здесь у вас перед глазами вы уже знаете как сегодня будете тратить свои 20 минут я коротко расскажу об этом нашим слушателям 2-3 минуты будет потрачено на представление кандидатов затем до 10 минут на программы что предлагают кандидаты затем участники смогут задать друг другу по несколько вопросов допускаю что в течение программы у меня возникнет желание задать сегодняшним участникам вопрос ну и 1-2 минуты но заключительное слово мы всю неделю с конца избирательного списка предлагаю также и закончить день поэтому начнем с вас на третьем месте начнем с вас спасибо мы начинаем с чего мы начинаем с того что вы представляете себя добрый день уважаемые радиослушатели меня зовут иринат усатый я кандидат нашей партии участвую в президентских выборах я думаю что мне нет смысла рассказывать свою автобиографию потому что ее как бы все знают но хочу обозначить несколько очень важных вещей первое с 2014 года я являюсь политиком которого пытались уничтожить абсолютно все власти второе могу со всей уверенностью заявить что являюсь кандидатом которого не контролирует ни запада ни с востока я считаю что всю жизнь занимаясь бизнесом возглавляя второй город муниципе бельцы в течение определенного периода у меня есть достаточный опыт и достаточная подготовка для того чтобы сегодня возглавить страну сегодня наша партия я мы единственные которые не были никогда властью мы не были ни в парламенте ни в правительстве ни в президентуре я горжусь сегодня нашей командой основной частью которой являются примары в разных уголках страны большинство из которых уже возглавляют города и села двенадцатый тринадцатый год кандидаты примары которые в основном выиграют свои выборы с первого тура это те люди которые не просто выиграли выбора примары в селах и городах это именно те профессионалы которые знают проблемы не только людей в территориях а также знать все проблемы связаны с законодательством нашей страны сегодня я считаю что мы обязаны поломать систему которая в течение 33 лет блокирует развитие страны и издевается над людьми неважно мазутные схемы газовые схемы кража миллиарда либо другие преступления которые были совершены стране они у нас будут и новые потому что у нас многие чиновники не привыкли к тому что за преступлением за преступлением должно обязательно последовать наказание я являюсь тем политиком который не выводил деньги из страны а который страну вкладывал выступая за взвешенную внешнюю политику и всегда старался объединять общество а не раскалывать его моя твердая позиция что сегодня только президентская республика только построение новой системы в которой голос каждого гражданина может быть услышан будет услышан может изменить страну я обижусь создать эту систему в которой голос каждого гражданина будет услышан и я был есть и буду всегда только за молодого спасибо спасибо вам большое за представление слово предоставляем представителю кандидата от партии социалистов александра стояногла господин адриану албу спасибо дорогие радиослушатели александр стояногла президент из народа и для народа это президент который во главе ставит справедливость каждый из нас знает что александр митч являлся генеральным прокурором республики молдова он был тем прокурором который доказал что юстиция может работать во благо своих граждан благодаря ему был включен монаторий на проверки бизнеса наконец-то мы узнали кто стоит за кражей миллиардой и именно из-за этого мы помним все что незаконно он был отстранен от данной должности конечно александр стояногла является тем человеком который как характеризируется как человеком слова человеком который умеет просить прощения у людей которые были государством обижены скажем так александр дмитриевич ратует за то чтобы были определенные столбы которые президент должен ими руководиться и именно это законность действий это помощь гражданам в социальной сфере в экономической сфере в культурной сфере это то что человек должен знать что у него в своей стране всегда будет справедливость и он не будет преследован незаконно то что сейчас мы видим что часто происходит в республике молдова это президент который будет договариваться со всеми он говорит честно открыто что он готов строить отношения со всеми партнерами и на севере и на юге и на западе и на востоке потому что только так республика молдова может и должна себя позиционировать александр мечи стояногла не раз повторяет что к сожалению мы дошли до такой ситуации когда страна была разъединена специально нынешние власти делают эти манилипуляционные вещи для того чтобы посеять раздор между нами и только такой президент который не будет нас отличать по этносу или по языку к языку который мы говорим или по политическим убеждениям только такой президент может представлять и должен представлять республику молдову я призываю вас дорогие граждане 20 октября выйти на голос на выборы проголосовать за александра мечи стояногла быть уверенным в том что именно с таким президентом достойно вы будете чувствовать что молдова является политическим игроком они политической марионеткой спасибо спасибо вам большое мы крижаемся на короткую рекламу и после этого я бы очень хотел чтобы непосредственно перешли к программам более конкретно по по пунктам программы прошлись каждого как бы вправо влево тут не стоит какие-то почему легче чем вам потому что я выступаю за президентскую республику в ней можно почти все так правильно вы за парламентскую ты хочешь быть всем одно целом не при чем тут кого я про полномочия но кстати вот те кандидаты которые приходили уже они говорят что в принципе полномочий хватает для всего сегодняшний да не чисто нет полномочий хватает я не согласен у нас все приходят у нас делали стране все что хотели когда президент решал при воронине когда было большинство а мы ничего плохого не думали значит при воронине потому что у него было парламентское большинство правильно и сегодня мая делает что хочет потому что у нее есть тоже большинство поэтому президент который придет если он останет и республика остается парламентской вы либо будут отключать их раз на пять минут раз в месяц когда им надо а второй возьмут через парламент тип же могут забрать могут все могу уже забирали отдавали поэтому президента я уверен что лишь а даже тех полномочий кто еще не есть если останется парламентская республика потому что парламентское большинство вот и 63 депутата зачем им сегодня президент который контролирует контору не отчитывается это тоже плохо не почему у нас же нет большого президента а вы хотите доказать что это возможно конечно не просто пофта минимум кент смотри не не я не до пиночета недалеко давай по другому первый созывали 2 1 1 1 а вот и тогда поменяемся сейчас то есть мы были первые да давай у них программа короче так думать георгиевич что он прям все взялся слушай я взял потому что президентская республика зато тебе будет легко после этого пойти и на мэрских и на премьера и на что хочешь на программа зайдет на все а я с 2014 года почти не меня только по экономике мы в фейсбуке да мы везде есть народ фейсбуке мы возвращаемся в студию где проходят дебаты кандидатов президента республики молдова я напоминаю что у нас сегодня в гостях находящийся на третьей позиции в избирательном бюллетене кандидат в президенты рената усатый и представитель находящегося на первой позиции в избирательном бюллетене кандидата в президенты выдвинутого партии социалистов александра стоянобла адриан албу переходим ближе к программам кандидатов и поменяемся перед местами я предоставляю слово господину албу спасибо огромное знаете программы кандидатов обычно они такие все облевляющие у каждого кандидата если прочесть программу они часто повторяются почему потому что ну все же знают что нужно народу но к сожалению не все когда приходят у власти это делает несмотря на это александр дмитриевич программа очень лаконично и очень понятно всем она держится на трех столбах это во первых во первой очереди как надо депопуляцию в молдове сократить потому что мы знаем одно из главных главнейших проблем нынешней ситуации это депопуляция молодые люди уходят мы видим что некому работать к сожалению остается только пожилые а их о них надо заботиться поэтому экономически сказал что одни из первых проектов которым он выйдет это будет именно связано и законодательные проекты в этой сфере как привести обратно людей какие им дать льготы какие им дать перспективы потому что иначе молдова рискует быть в лучшем случае на той же уровне 2 миллиона людей с которыми сейчас есть а в худшем это то что мы останемся без наших граждан и с лагерями беженцев потому что мы видим уже начинается часто европейском союзе говорить о том что пора на границе евросоюза создавать вот такие лагеря поэтому мы будем работать в плане прогноза как депопуляцию снизить на максимум одна из вторых задач это конечно же развитие молдовы в экономическом плане в социальном культуре в культурном плане благо за спиной александр митча целая команда людей которые имеют опыт мы умеем писать законопроекты мы часто отставили права пенсионеров слабо семей дефаворизации мы уязвимых до 7 мы всегда за то чтобы каждый гражданин републики молдова знал что есть законы которые будут все сферы деятельности регламентировать потому что основа у нас законы как то получается очень лакунарно много возможностей для шустрых ребят особенно которые сейчас правительстве мы видим есть там определенные так скажем так министр которые прям задают жар всей стране а себе набивают карманы и мы будем конечно работать в этом направлении у нас много социальных программ социальных проектов мы уже представили такие проекты как поддержку пенсионеров мы всегда радуем за то чтобы повышать пенсии мы радуем за то чтобы индексация была за классно закону они как сделали нынешнее правительство вы если помните было индексировано в два раза меньше мы у нас есть проекты для инвалидов для малоимущих семьях поэтому это второй столб на который мы всегда будем опираться и не меньше важно это нейтральность нашей страны это как наша страна будет видна в этом плане на международном уровне потому что снова к сожалению рядом с республикой молдова нас есть война и есть горячие умы которые говорят что молдову надо вооружаться молдове надо вступать в какие-то блоки мы считаем что александр меч очень правильно говорит когда что раз в конституции была соблюдена нейтральность это было сделано не зря молдова слишком мало как территориально ну и даже давайте скажем честно армия республики молдова не настолько она подготовлена чтобы заходить какие-то альянсы мы должны укреплять свою армию мы должны укреплять в плане эдукации учебы да потому что нам до учения нам нужна армия которая будет подготовлена но мы должны оставаться нейтральным и добиваться нейтралитета на международном уровне это одна из главных задач ну и не отлететь то конечно же это международные отношения которые я снова повторюсь александр меч радуется то чтобы в риску и республика молдова была той страны который сможет договориться со всеми и помнить о интересах наших сограждан и в республике молдова и за пределами республики молдова потому что мы знаем что большая часть диаспоры и на западе и на востоке они ждут от президента чтобы он был рядом и знаете как у нас получается только когда выборы президент идут в диаспоры а вот когда нет выборов они едут по своим друзьям на разные вечеринки вот таких президентов нам не надо вот как бы вкратце спасибо большое да давайте наверно спасибо большое уважаемые граждане нашей страны я согласен со всем тем что заявил сейчас представитель александр меч и вся странного адриан потому что все партии они что-то предлагают причем зная проблемы и трудности граждан страны я также согласен с тем что практически все повторяются там своих обещаниях но я вам хочу сказать что это нереально реализовать если мы останемся парламентской республикой потому что сегодня любая инициатива президента который придет парламент то решение зависит от депутатов проголосуют они за или против послушайте во первых у нас слишком много депутатов их 101 их достаточно по одному с каждого района там штук 35 это в лучшем случае значит два президентская республика это стр это страна которой у президента достаточно прав для того чтобы не просто предлагать а и решать проблемы граждан эта страна в которой один человек отвечает за все плюс честно нужно вам сказать что диктатура это самый быстрый быстрый способ решения всех проблем поэтому для граждан я буду президентом а для тех кто нам создает сегодня проблемы создавалась до сих пор я буду самым жестким диктатором в истории человечества можете в этом не сомневаться потому что невозможно по другому построить систему в которой голос каждого гражданина будет услышан у нас сегодня есть инициативы которые не требуют финансовых вливаний и я не понимаю почему те кто до сих пор руководили страну этого не сделают например есть инициатива для развития молодежи и спорта потому что сегодня в районных центрах я уже молчу про про наши села это сегодня отсутствует если мы сегодня ведем обязательный налог 5 процентов от продажи алкогольной продукции сигарет на развитие молодежи и спорта то поверьте появятся сотни миллионов лей которые идут на проекты и молодежные на возрождение спортивных секций в районах где они отсутствуют и для проведения каких-то национальных мероприятий для того чтобы сегодня стимулировать бизнес и для того чтобы привлекать инвесторов наша страна сегодня не подходит ни для бизнесменов которые сегодня у нас стране есть я уже молчу про инвесторов у нас самые дорогие энергоносители на всем европейском континенте у нас отсутствует сегодня профессиональный рабочий а самое главное с нашей налоговой системы если платить все налоги то суицидом должен закончить свою жизнь каждый второй бизнесмен поэтому сегодня жесткое изменение налоговой реформы чтобы она стала привлекательной и для наших нашего бизнеса и для инвесторов без этого ничего не получится единственный вариант которая вижу сегодня мы обсуждали это для компании не резидентов у которых нет сегодня фактической деятельности в республике молдова дать возможность им становиться молдавскими компаниями и платить налога двух до четырех процентов потому что сегодня средний крупный бизнес регистрируется в тех странах где в первую очередь им сегодня это экономически выгодно это первую очередь налоги чего сегодня у нас в стране нет сегодня я вижу говорили про армию я согласен что армия в том виде в котором у нас есть это полный казарма голодных детей и сегодня мы должны оставить армию только профессиональных военных контрактников и распустить домой всех детей то есть мы должны отменить обязательную воинскую службу для молодежи потому что сегодня кто-то кто-то писатель кто-то артист кто-то музыкант кто-то математик поэтому обязательно воинская служба и сегодня мы имеем десятки тысяч уехавших молодых людей из страны потому что они открыто говорят что же надо вы знаете мы косим от армии но мы не хотим служить поэтому они не приезжают домой уже по несколько лет вы понимаете что сегодня мы говорим про кишинев про столицу нашей страны на северная столица бельцы южный когул значит я буду продвигать национальный проект три столицы для чего потому что если сегодня мы не создадим для начала визитную карточку а визитная карточка любой страницы это столица столица страны северная и южная мы должны обратить внимание первую на развитие инфраструктуры наших столиц и два для того чтобы примары были услышаны нужно признать когда-то была хорошая практика примар кишинева был членом правительства который не зависел от сотен писем которые он писал там министерства с утра до вечера все футболе и он мог каждую неделю поэтому я предлагаю что примар кишинева бельц и когула стали членами правительства для того чтобы задать не просто задать тон а чтобы участвовать в вместе с правительством работать плечом плечу для развития наших регионов значит уважаемые соотечественники мы сегодня дошли до того что у нас все банки в стране принадлежат иностранцам у нас нет ни одного банка который принадлежал бы гражданам молдовы поэтому сегодня знаю что происходит в банковской системе самая высокая прибыль в европе чтобы вы знали именно в молдавских банках самые дорогие транзакции опять молдавских банках сегодня я знаю что все большая часть бизнеса открывает филиалы своих компаний в румынии в других европейских странах для того чтобы осуществлять через те страны все основные платежи потому что в наших банках такой же дурдом как в гараже когда выступал я помню бывший мэр кишинева там под группу любая вы поймите сегодня нам нужен государственный банк и государственная авиакомпания нам нужны государственные аптеки в каждом районе социальные магазины потому что если будет государственный социальный магазин в районе и хотя бы одна аптека то поверьте мне частники поубавят свои аппетиты а сегодня они творят все что хотят на рынке практически во всех направлениях и о пенсиях послушайте я как марвельс видел сотни тысячи пенсионеров которые в зимний период просят компенсацию на отопление в зимнее время это люди которые стоят в очередях в дождь снеге и так далее послушайте давайте перестанем устраивать геноцид над собственными гражданами давайте сделаем минимальную пенсию в 5 тысяч лет как минимальная зарплата по экономике и человек пусть сам решает включать ему больше ему расходовать электроэнергии или газа или какие покупать продукты у нас вот эта система когда людей за 20 лет сделали попрошайками сегодня люди у которых нет возможности получить помощь от своих детей которые работают за границей значит они вынуждены каждый шаг ходить собирать там тонны бумаг заполнять анкеты для того чтобы получать 20 25 евро в месяц сегодня компенсацию это геноцид против пенсионеров и и наших наших граждан я сегодня предлагаю быстро жестко иногда радикальными методами двигаться вперед потому что вот это ку принципи кувалорь к демократии боюсь что мы уйдем в прошлое но точно не шагнем в будущее парламентская республика за 33 года независимости показала свою полную неэффективность передо мной сидит господин депутат партии социалистов он говорит в первом мандате я думаю он уже успел заметить одну практику что в парламенте выступает максимум 25 человек круглый год от разных партий все остальные они молчат я имею ввиду те кто выходят с инициативами законодательства остальные сидят ждут пока им напишут вайбере или в телеграме как проголосовать у нас депутатов 70 процентов это те люди которые стали депутатами для того чтобы на служебной машине со служебным паспортом приезжать в село на пасху и чтобы все село обсуждало кого винить депутату носу понимаете вот эта задача 70 процентов депутатов потому что с инициативой выходит еще раз 25 25-30 процентов уважаемые граждане в 33 года тогда когда я вернулся домой и занялся политикой малые к тому времени я реализовал свои мечты детские и студенческие сегодня у меня осталась одна мечта сделать все для того чтобы кардинально изменить жизнь к лучшему все граждан нашей страны спасибо не забыл можем обсудить вот этого с этого мы начнем следующий не есть о чем говорить по сути у меня инициативы так и сидишь на торт как так как 14 года андреан нас снимает выбор давайте мы дамы вы не вы продолжаете а мы уйдем на рекламу да мы продолжаем позже а что плохого в нам будет так начинается а луна винный потом не так потихонечку как потихонечку вокруг ну скажи скажи где плохо или не правильно вот слушай нас день города этого дивина был да нечего смотреть практически еще рассмотреть такой же винный город я говорю вместе с молом объяснять тебе почему винный город это просто похороненные деньги я если не будет рядом без акцизного мола то есть точка притяжения сегодня за почему молдаване ездит сегодня скажи мне весь север молдавии ездит мол ясен потому что есть мол которого на серии молдавии нет шеймаевтин как говорят правильно больше выбора плюс когда выезжать из европы че фаси молдавану андреан скрит акс фри глава мы сприняск андесу да пошей термани и италия че при мадата вуза вот ваше мнение пока мы на рекламе значит вы могли себе представить 10 лет назад что в молдавии будет медицинский туризм что итальянцы и австрияки будут на лечение летать молдавии могли такое пока летают скоро не буду на у нас повышает азербайджане да ну сейчас это обсудим в эфире кстати в темах если так будет дальше будем лететь мы возвращаемся в студию дебаты продолжаются и вне эфира но они не контролируются временем только в эфире когда мы контролируем время я прошу кандидатов посмотреть на свое время может быть кто то еще захочет несколько слов сказать по программе я напоминаю что у нас в студии сегодня кандидат в президенты республики молдова рената усатый кандидат нашей партии и представитель кандидата от выдвинутого партии социалистов александра стояногла адриан албу мне бы хотелось адриан вам еще несколько слов до несколько минут дать на то чтобы вы рассказали может быть это более конкретные вещи вот как рената георгиевич по по программе более какие-то какие-то которые вот близки людям в этом смысле и потом я думаю что мы уже перейдем к вопросам ответом а нельзя то что моя санду не пришло ее время поделить пополам добавить все что есть у моей санду пополам хотя она говорит что у нее ничего нет поделим спойминг а вот спойминг давайте будем корректно корректно а мы же плохой скажем не 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 я к тому что будем обсуждать наши программы раз вы мне еще доверяете я доверяю знаете я обращаю внимание что рената георгиевича хорошая программа как и у всех кандидатов на самом деле потому что у кандидатов нет плохой программы они все стараются и выдают лучше конечно давайте его критиковать моего я сейчас потом на вопрос я буду критиковать вашу но на вопросы рената георгиевича я понимаю что его программа основана именно вот на данной ситуации о президентской республике я задавал уже рената георгиевич эти вопросы участвовали на других дебатов сложно сделать такой так поменять кардинально страну тогда когда тебе нужно даже после референдума прийти это снова через парламент и иметь 67 голосов это обязательно или 100 тысяч человек на улице тоже надежный вариант надежнее чем 67 депутатов возможно ренат георгиевич только мы мирные люди с вами мы понимаем что если придешь через протесты и станешь президентом который будешь держать все в руках ну навряд ли это будет истинное президентство это будет если люди голосуют за президентскую республику и усатый выигрывает значит люди хотят президентскую республику я имею дам а с выслушивать то что не хотят проголосовать часть депутатов из оппозиции и часть депутата власти вот эту лирику я точно слушать не буду я достаточно совершил ошибок в политике не очень и не поэтому сегодня ну если хоть что-то делать надо идти до согласен мне очень просто вы сказали я буду для граждан граждан президента для других диктатором диктатором но сейчас та же ситуация моя сам для своих президента для других она диктатор на самом деле она и президент только для своих членов партии и для своих депутатов и она себе это позволяет потому что у нее есть большин полный контроль на самом деле сейчас не хотим это или не хотим мы сейчас в таком ситуации когда наша страна хоть и парламентская выходит что и президентская потому что один человек диктует все и мы видим что нет в этом хорошем да но когда ей выгодно она говорит что это я а когда она попадает штангу она говорит это не я это правительство это парламентское большинство ну а мне чё тряпать так происходит и тут есть и тут и да поэтому так тоже мы конечно поддерживаем то что в молдове сейчас все хорошо на уровне легислативном то есть мы правильно идем парламентской стороной я очень хорошо подмечен рад георги чем то что к сожалению в парламенте нет той консистентной массы скажем так который при принесла больше возможностей для молдовы да мы видим что парламенте какая-то машина диво да все поднимают руки и все мало кто старается приходить за законопроектами и так далее я к примеру удивлен тем что я зарегистрировал законопроекты для для пенсионеров для матерей которые имеют дети на и они пасовцы они просто их морозят я не понимаю почему они это делают то есть я когда спрашиваю ребята вы в парламенте одни идеологические проекты голосуете то что есть по социалке по экономическим составляющим кроме кредитов которые снова даже в предвыборной программе вот если вернуться к программе александр меч говорит что кредиты они хороши но их надо негациировать на наших условиях это раз два их не надо брать только с одной стороны потому что ты содержишься на финансовой игре одной в одну сторону ты должен обсуждать со всеми партнерами посмотреть там где выгоднее республики молдова посмотреть если эти кредиты берутся для развития экономики а не для проедания то что делается сегодня потому что сегодня мы видим что все кредиты которые берут большая часть денег они проелись вчера нам объявили что дадут миллиард восемьсот до снова на якобы развитие молдова но мы же до сих пор уже имеем два миллиарда со слов мажейки со и всех других где эти деньги почему не было развития до сих пор элементарный и избирательный подкуп и мы считаем не должно иметь быть поэтому если снова повторяюсь о программе программы они должны быть точечными когда говоришь очень много себе мема особенно в нынешних условиях когда президент является высшим верховным руководителем армии и представителем страны на международном уровне дает грамоты и медали так я не хочу быть таким президентом таким президентом пусть идет таким 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 чтобы не быть таким президентом надо знать закон и надо парламент добивать через законопроекты и надо имена за собой сильную команду поэтому зачем нам 101 депутат вы же не я не говорю за номер депутат айтой сегодня вот так же как нам не нужны районные советы вы понимаете еще не где куда не копнешь у нас на 2 миллиона начальников на 2 миллиона населения там 300 тысяч начальника в стране понимаете от этого зачем сегодня президент должен упрашивать парламент если сегодня есть финансовое обеспечение любой инициативы то за это нужно голосовать но я что же наблюдаю в парламенте вы когда были у власти этих инициатив не было сегодня желтые власти вы им предлагаете давай это повысим то финансовое обеспечение почему вот каждый пункт из моей программы я вам скажу откуда мы его закроем понимаете вот сегодня элементарный пример это считали экономисты не а если сегодня сделать дешевле растаможку на 30 50 процентов автомобилей стране то денег бюджете будет больше у нас сегодня миллион граждан имеют автомобили за рубежом они зарегистрированы в румынии в германии где угодно раньше у нас пол европы пол россии было на молдавских номерах может растаможка в молдаве было в два раза дешевле и есть четкий пример вспомните когда пол страны ездила на машинах зарегистрированных в террасполе из-за любви к смирнову нет из-за того что растаможка в террасполе было дешевле понимаете это вот четкий пример поэтому сегодня я хочу чтобы приграничные города уезды румынии ездили они на молдавских номерах они как у нас сегодня унгены фолешты скулян и когул посмотрите больше румынских номеров чем молдавский потому что дешевле андреан они из-за этого ездят они если нет и есть другое так что тут сложно говорить причем тут винета нет вот мне в европу ты можешь ехать на молдавской машине 365 дней выехать на минуту там нет и ограничений как у нас 6 месяцев я я хочу только вот снова по районам вы говорите что надо убирать районный совет совет ну тут сложно сказать потому что ставится снова маленький церкви в каждом районе будет делать что за нет не будем будет под президентом нет неправильно нет андреан вот сегодня есть примар от партии социалистов города бричаны чтобы не уходить примар от наши парта что происходит ликвидируется районный совет потому что это шайка которая сидит в одни села дают все другие не дают ничего вот так у нас 33 года все села бричанского района становится и что дается послушать ну дайте договорить все села района бричень становится частью муниципе бричень и получает все на инфраструктуру деньги прямо порционально в зависимости от количества от населения и сколько квадратных метров имеет населенный пункт это стандартная мировая практика и административную реформу правильно потому что сегодня я вам даю пример вот есть бельцы есть примаре садово и примаре елизавета смотрите в елизавете примар от пас в садовом от социалистов и в бельцах примар нашей партии над нами нет структуры который может забрать что-то у примара социалистов скажем тогда и забрать в город или у примара пас то есть примары реально становятся независимыми их никто не сможет шантажировать сказать так на полмиллиона или на дом культуры но поменять третий раз свой политический окрас как у нас происходит вы были в бельцах примаром а шантажировали еще раз потому что надо мной не было районного совета адрес а я говорю сегодня прошел а это тоже самое наш муниципальный совет и у вас большинство с пасом не надо это то же самое понимаете причем тут совет совет он должен иметь нет совет будет муниципальный совет бричень еще раз который будет заниматься всеми селами вы поймите я еще одну конкретный пример ни одно село в бричанском районе не купить сегодня пылесос андреан за 200 300 тысяч евро а если это будут все села входить в муниципе бричень значит получается три единицы спецтехники будут обслуживать весь муниципе все села потому что у нас сегодня села никогда не купят себе трактор беларусь многие не тут андреан я это считал все вы поймите готов с вами обсуждать мы обсудим с вами но экономится деньги сотни миллионов лей опять вот это районный свет это чистый рэкет который сегодня в некоторых районах два вице-председателя района а в некоторых если четыре партии создали коалицию то 4 вице-председателя района ну чисто идиотист почему есть районный совет но мы сейчас переходим уже в другую я думаю что мы уже перед вопросом вопросом это для того чтобы в совете заходят экспоненции разных сел до разных местности они знают свои проблемы они знают как бороться за них если мы это уберем это будет когда тотал от студии все будет решать вот как предлагает нет в муниципальном совете они будут мы исключаем районный совет как структуру организации которые не вы говорите чтобы снять вообще районный совет и оставить только муниципальный свет как бы в одном да да округе тогда выйдет еще более сложная ситуация потому что в данном случае придется верьте не верьте придется закрывать много школ и больниц кстати я видел у вас программе есть такой интересный пункт на едукации да да вы пишете оптимизация высших учебных заведений стран сокращение количество вузов за счет тех которые не отвечают мы и так уже остались не послушайте я говорю что вернули аграрную академию когда это писал андреев это не оптимизация вы взяли вашу программу какого года у которой вот ну посмотрите в четырнадцатом году вы взяли я знаю это у вас уже в говорите ваших беззади не знали что программа то же самое только на меня в 2014 году у нас была куча левых частных университетов помоек и это открыто говорю потому что вместо я говорю нам мы обязаны сохранить политех госуниверситете силиксану мы обязаны вернуть аграрную но когда я увидел что количество частных и частных вузов росло в четырнадцатом году а у нас не открывались учили среднее техническое образование чтобы производить квалифицированных рабочих поэтому я это сказал и я осуждал количество этих всяких непонятных филиалов вузов когда у нас есть достойный госуниверситет и в бельце я с вами время не поделюсь да давайте пожалуйста тоже я понимаю у структуру вашего программы именно из того что вы говорите за президент нет так вы не смотрите про четырнадцатый год может в четырнадцатом году ваша партия выступала за таможенный союз понимаете и вы осуждали мать вот мне коллега передал вашу программу я ее взял сми лучше бы вы распечатали лучше вы ее распечатали но давайте по-другому давайте внедрение концепции местная полиция сто процентов будет актуально в случае когда вы хотите сделать вот муниципальный и это прости чабан и петка века гул я говорю в этом случае мы рискуем что мы будем создавать местных церковь через муниципальную полицию через все потому что вы примарок должна быть муниципальная полиция с которым он в тандеме работать сегодня комиссары барон из послушайте у меня был ваш комиссар бельц социалист который был просто нагло оружие ему было по барабану на город почему в любой стране исходя начальник налоговой начальник полиции они взаимодействуют а коррупции в бельце же не было не было благодаря нашему кому комиссару ваш комиссар имеет отношение к борьбе с коррупцией так же как я к танцам с май лагута скажете потому что вы контракандидат а вы знаете полномочия полиции в районе так а причем тут а причем тут комиссаре от бельц борьбе с коррупцией а если это тоже ну хорошим вы должны это значит полиции тоже есть составляющие мелкие мелкая коррупции это полиция а центр по борьбе с коррупцией это в районе который тоже надо это на ликвидировать центр по борьбе с коррупцией сиба мы поняли чтобы не правильно сделать одну структуру, потому что пол Сиба стукачи в русское посольство, вторая половина в американское, а я должен сидеть за ними наблюдать. Там две минуты надо на заканчивание, но у меня есть еще минута. У меня есть вопросы. Но дайте я доскажу. Я внимательно слушаю контркандидата, и я понимаю одну вещь. Может быть, в его понимании это хорошее направление, когда все упрощаешь на как минимум меньше принимающие решения структур. Но с другой стороны мы должны понять, что я не ратую за то, чтобы мы их делали, как они сделали, с 9 на 15 министерств. Это глупо. Но на местном уровне мы всегда должны работать по принципу, что местные знают лучше, чем на центральном уровне. И я не соглашусь с данной концепцией Рената Георгиевича. На то, что он говорит за президентскую страну, вы знаете, never know, потому что у нас не было еще этой ситуации. Плюс вопросов, смотрите, 54% граждан это говорят. Значит, они устали от коллективной ответственности, которая в стране. Это не усатый придумал. У нас уже были люди, которые имели полноту власти. Я говорю за Тожжу Плохотнюка, который вам хорошо известен, и за Майя Санду, который нам всем хорошо известен, к сожалению. И мы понимаем простую вещь, что как-никак выходит, что человеческий фактор будет играть большую роль в этой концепции. Если вы порядочный человек, если вы любите свою страну, если вы не под тем, вас никто, как говорится, не будет вам звонить и нагинать. Андрей, а знаете, в чем разница между мной и всеми кандидатами? Вы не потопляем. Нет, не из-за этого. Нет, Андреан. Я единственный, которому абсолютно по барабану зарплата, которая у меня будет. Я ее буду отдавать. Притом, потому что все идут жить на зарплату и говорят, что им помогают родители из деревни. Они президенты, которые живут на 15 тысяч лет в месяц. Любовь к стране не зарплаты. Да не, ну хорош, ну заканчивайте. Ни один президент до сих пор не жил на зарплату. Ни один. Ни один. Нынешняя живет, у нее одна квартира и маленькая зарплата. Да, и антолошники, которые закрывают массу расходов. Послушайте. Я о другом, Илья Георгиевич. Это и повлекает риск человеческого фактора. Я считаю, что всегда должна быть контрабаланса. Я не знаю, как на русском. Контрабаланс? Да. И мы должны этим воспользоваться. Напротив, вы как кандидат, который говорит, что у вас сильная команда экономистов, сильная команда во спиной, я не вижу проблем, чтобы вы создали сильную команду и в парламенте. Не хочу я сто одного депутата. Но вы хотите, чтобы... Я хочу, чтобы остались 35. Вы хотите, чтобы вы были один власти. Очень молодые люди, я не говорю, что у вас... Я хочу сказать проще. Александр Митрич, он, кстати, вот был в ситуации, когда в Генеральной прокуратуре он начал чистку прокуратуры, начал убирать те элементы, которые мы помним, что бесконечные проверки, сфабрикованные дела. Он убрал это вот в течение одного года. И что мы пришли к чему? Вот смотрите, Александр Митрич мне лично говорил, я с ним согласен, чтобы вы знали, что он говорил, наше абсолютно бестолковое законодательство не позволяет мне убрать из системы людей, которые являются негодяями в системе прокуратуры. Я говорю, что законодательство не должно быть изменено. Я говорю, что оно натурно. И это им и дает эти возможности. Почему это законодательство никто не поменял? Потому что он не мог увольнять коррупционера и негодяя. И он говорил, что я не могу... Потому что, чтобы поменять законодательство, надо иметь 51 голосов в парламенте. На данный момент... Вашей партии было 4 раза больше. Андрян, вы не были депутатом. Ваша партия имела большинство из демократов. Ваша партия была коммунистическая вообще изначально. Вы так хорошо все перекручиваете, но на самом деле не было. Андрян, вас не было. Вы первый раз депутат. Загидите время, Ренат Игоревич. Вы первый раз депутат. Да, вас надо призывать в конце. А я сейчас могу немножко потроллить, как говорится, на свое удовольствие. Можно я... Давайте. У меня вот в процессе вашего диалога возникло вопрос, по сути, к разному, но к каждому. Сейчас вот есть реальная ситуация, да, при которой есть парламентское большинство и есть выборы президента. Вот они пройдут. И 21-го, или не 21-го, а... Ну, 21-го, мы уже знаем результат. Может быть, 4-го ноября наступит время, когда... А, может быть. То есть, я имею в виду, что, может быть, будет 2-й тур, и наступит день, когда, допустим, кого-то из вас выберут президент. Да. И вам придется решать вопрос с переходом на президентскую систему, о которой вы говорите. А вам придется решать вопрос сотрудничества с парламентским большинством, которое не президентское. Вот в реальности как это будет происходить? В реальности сразу инициирую референдум, потому что ни усатый Ренат, ни Дадон, ни Майя Санды не имеют права решать переход на президентскую республику. Проводится национальный референдум, и граждане страны голосуют за это, либо против. Я уверен, что проголосуют за, потому что в вопросах более 50% это хотят во всех. Вот и все. А как ваш кандидат будет решать вопрос сотрудничества с парламентским большинством? Да никак. С ними сотрудничать не надо. Потому что мы уже не один раз говорим, ребята, законы должны проходить через консенсус. Их надо дебатировать. Их надо каждый раз развивать. Они идут по своему касту, от своих кураторов. Поэтому с ними я не вижу никакой возможности работать совместно. Но, когда уже есть президент, он имеет свои рычаги правления. Какие? Я говорил. Это, во-первых, ну это и давайте институционные. Это СИБ, это СППС. Это возможность направлять в... Причем тут СИБ, СППС, к пенсиям и к экономике? Да, подождите. Дадон сколько раз хотел что-то сделать, его Плохотнюк отключал на 5 минут. У тебя нет, пока у тебя, пока большинство знает, что у них подконтрольны все структуры, они не боятся голосовать даже законы, нарушая Конституцию. То, что они уже доказали не один раз, Георгиевич. И вы это знаете. Поэтому, я и говорю, президент имеет институционное воздействие. Потом он имеет возможность через законодательные проекты. И имея уже команду внутри парламента, он может настоять на определенной законодательности. Есть сегодня эффективность. Другой... Половина полномочий Путина, половина Макрона и половина президента США и погнали. Ребят, это сегодня в мире. Вы меня не слышите, вы хотите всю страну услышать. Вот почему вам нужно большинство. Дайте я договорю. Вы депутат, который как раз слушать не надо. Вас надо там прорядить ряды. Оляк и Деррори Дрендер. Все рядят, и когда приходят к власти, хотят все больше своих. Мы это тоже знаем, но это о другом. На ваш вопрос отвечаю. Надо иметь сильного президента, который будет своими возможностями и командой в парламенте добиваться справедливости для каждого. Более невозможно запустить референдум, который потом в парламенте не будет проголосовывать. А я хочу увидеть, как вы и другие депутаты не проголосуют. Только мы и проголосуем, а 67 не будет. Нет, проголосует 101 депутат, даже если они не знают, что они проголосуют. Я это беру на себя обеспечить. Фоткуп. У нас время потихоньку подходит к концу. Я зацеплюсь за слово референдум. По регламенту освещения предвыборной кампании, дебаты о президентских выборах, мы в принципе какую-то их часть можем потратить на то, чтобы обсудить вопрос проведения референдума. Мы не регистрировали всех участников. Я могу сказать про референдум. Я имею в виду, может быть, как... Говори ты, у тебя на 38 секунд больше. Хорошо, тогда вы можете 56 свои оставить. Ренат Георгиевич правильно говорит, что мы не зарегистрировали как участники, так что мы не будем говорить за опцию. Но за нас сказал Можейкис, который сказал, что, ребята, этот референдум не имеет никакого значения. Что вы там проголосуете? Вот и все. Окей. Осталось буквально по минутам, минута 27, для того, чтобы заключительное слово сказать нашим слушателям. Давайте первое дрягал, чтобы люди не запомнили то, что он скажет. Я согласен быть первым, потому что мы первыми и выйдем в эту гонку с Александром Митчем. А, как говорится, Александр Георгиевич, вам желаю то же место, что и были. По-дружески. Смотри, какие они наглые. Ну, наверное, с вариантом того, что он все-таки за вас во втором туре. Нет, но если... Нет, с вариантом таким же будет штанга у них во втором. Ну, я люблю шутить. Я знаю, что Ренат понимает шутки. С ним легко. Заключительное слово Адриан Албу, представитель Александра Стаянового. Спасибо. Дорогие граждане, дорогие радиослушатели, призываю вас 20 октября голосовать за Александра Дмитриевича Стаянового. Почему? Человек слова. Человек действия. Человек, который никому не удалось склонить в его направлении, мы это видели. Этот человек, который прислушивается к людям, он ходит и встречается с каждым из вас, он слышит ваши проблемы и он уже готов их решить, потому что он подготовил сет законодательных проектов. Этот человек, который нашу страну выведет на другой уровень в международном плане, он будет показать настоящую икидистантную работу со всеми партнерами. Александр Дмитриевича Стаянового это тот человек, который имеет за собой сильную команду. Он человек, который доказал не раз, что у него во главе это закон. Закон, который должен быть для всех из нас. Поэтому 20 октября призываю вас, дорогие радиослушатели, проголосовать за Александра Дмитриевича Стаянового. Номер один. Спасибо. Спасибо большое. Оставили себе две секунды, чтобы закончить все-таки вам. Сказать спасибо. Не, пусть скажет спасибо. Кандидат в президенты Республики Молдовы Ренат Усатый. Хочешь подковать? Уважаемые граждане Республики Молдовы. Я, Ренат Усатый, еще раз пытаюсь вас убедить, что Молдове нужен президент, который будет отвечать за все, что происходит в стране. Президент, который будет руководствоваться только национальными интересами Республики Молдова. Я буду продвигать только вектор национального развития нашей страны. Да, я хочу, чтобы сегодня все родители, все дети в стране жили хотя бы так, как живут сегодня мои родители и дети, потому что они сегодня ни в чем не нуждаются. Я уверен, что я могу осуществить свою главную мечту, сделать все для того, чтобы люди в нашей стране стали жить лучше. И если вы разрешите, если вы решите, да, я стану президентом, я осуществлю эту свою последнюю мечту. Те, кто до сих пор говорят, что не выхожу на выборы, разочаровался и так далее, ребят, есть простая пословица. Сгорел сарай, горе и хата, голосуем за Рената. Точно, спасибо. Я благодарю участников сегодняшних дебатов за то, что они откликнулись на приглашение и пришли. Спасибо. Сегодня было вдвоем интереснее всегда, чем один. Было бы втроем, тут еще, кто должен был прийти. Было бы очень интересно. Мы бы задавали вопросы только в одну сторону. Я напоминаю слушателям, что... Ждем второго тура. Я напоминаю слушателям, что у нас сегодня в гостях были кандидат президента Республики Молдова Рената Усата и представитель кандидата Александра Стояногла Адриан Албу. Спасибо. На этом дебаты до первого тура завершены. Увидимся. Если состоится второй тур, то уже увидимся в рамках дебатов ко второму туру выборов. Спасибо огромное. Спасибо. Вам большое спасибо. Увидимся. Заканчивай свой эфир. Да не, у нас... Уезжай, да? Спасибо. Спасибо.